Привет, друзья! С вами репетитор по биологии Мария Сёмочкина. В этом видео мы поговорим о трёхтомнике Тейлор Гринстаут «Биология в трёх томах». Это классика биологии, это английская классика биологии и биология от английских классиков. Ну, в общем, вы поняли, авторы английские. Причём сама книга в оригинале на английском языке вышла ещё в 90-х годах, а до нас она дошла относительно недавно. То есть её полностью перевели и выпустили в Россию совсем недавно. Моё издание — это 2017 года. Вот она вышла вот таким вот, в таком оформлении. Её можно заказать или купить в магазинах теперь. А раньше это было невозможно, её нужно было читать в оригинале. В этих книгах просто потрясающие иллюстрации, в них потрясающее изложение материала, очень детальное, очень подробное. Вы поймёте то и увидите то, о чём даже не задумывались раньше. Здесь то, что мы изучаем очень кратко, дано в тех подробностях, в которых их учёные изучают. Ну, в общем, это классно. Она не для ЕГЭ, конечно. Здесь глубже материал, чем в ЕГЭ. Здесь, может, чего-то многого не хватать. Ну, в трёх томах, пожалуй, здесь, наверное, 80% материала ЕГЭ охватывается. Но вы должны понимать, что он дан не в тех терминах, не в тех классификациях. Здесь дана наука. Причём это вот у меня девятое издание. Она, конечно, актуализируется. Но с ЕГЭ мало соотносится. Основная масса материала здесь дана по состоянию на 90-е годы, когда она была написана. Здесь иллюстрации. Они, конечно, сейчас их можно сделать уже лучше. Но здесь вы посмотрите, какие потрясающие просто иллюстрации. Это электронная микрофотография. В 90-х годах, да боже мой, мы в своих учебниках до сих пор рисунки разглядываем. А здесь микрофотографии приведены в примеры. Электронные микрофотографии, световые. Здесь даже где-то была картинка, которая сравнивала изображение одной и той же клетки в световой и электронный микроскоп. Для того, чтобы нам было понятно, в чём именно разница между световой и электронной микроскопией. А мы в своих учебниках видим только фразу, что электронная микроскопия точнее, а световая на живые клетки позволяет смотреть. После того, как вы прочитаете эту книгу, наши учебники будут казаться такими убогими. Нет, я ничего не говорю о том, что наши учебники тоже классные. Особенно старые, советские, например. Там потрясающая детализация материала в некоторых. Но таких картинок там точно нет. Немножко по организации внутри материала. Он идёт не так, как мы привыкли. Мы привыкли как? Изучаем растения. И в курсе ботаники проходим ткани растений. Изучаем царство животных. И, например, в анатомии человека проходим ткани человека, т.е. ткани животных. Здесь идёт европейский подход к классификации материала. То есть они берут ткани и просматривают ткани у всех. Ткани растений, ткани животных. Ну, в общем, все доступные ткани рассматривают. И сравнивают между собой. Т.е. так вы понимаете, чем именно ткани растений отличаются от тканей животных, например. И точно так же, например, газообмен. Много примеров получилось. Точно так же газообмен. Газообмен у растений, газообмен у животных. Так рассматриваются все типы лёгких, включая лёгкие, там, птицы. Т.е. срез идёт через... Я не знаю, как это описать. Функциональный, в общем, подход. Не через царство, сверху вниз, а вот так вот рядом, срезом через всё. Это позволяет сравнить несравнимое. То, о чём вы раньше даже не задумывались сравнить. Строение клетки всех разом рассматривается. Растения, животных, грибов и так далее. Органоиды какие-то, какие есть у кого и у кого нет. Деление, как проходит у растений, как проходит у животных. Размножение, как проходит у растений, как проходит у животных. Да, после этих книг вы на мир по-другому взглянете, я вас уверяю. Их просто обязательно нужно прочитать. Но не единственная. Это не должна быть единственная книга для подготовки к ЕГЭ, потому что она не для подготовки к ЕГЭ. Она для расширения кругозора. Она для колоссального расширения кругозора. Но лучше, конечно, чтобы у вас было под рукой и более простое пособие, которое будет готовить вас к ЕГЭ, а не как вот это, к жизни, к миру, к науке. В общем, вы поняли, что я фанат просто этих книг? Они действительно великолепны. Это нам такие книги и не снились. Здесь жаль только, что картинки не цветные, но зато посмотрите, какая детализация. Вы посмотрите, микрофотографии Устьец. Здесь даже есть вот листовка Юнисеф для призыва к благотворительности. Ну, это здесь раздел про заболевания. В данном случае про холеру. Так где вы еще так почитайте про холеру? Полезете специально в Википедию читать про холеру? А здесь вам расскажут про холеру. Это трехтомник. Тома пронумерованы, но не получится, в общем, читать, как это у нас. Читаем первый том, там начало. Читаем второй том, там продолжение. Третий том, конец. Здесь материал из-за того, что подход другой, материал очень сильно разбросан. То есть в первой книге, ну, там есть логика, конечно, но нашему российскому уму ее сложно понять. В первом томе идет все про клетку, про разнообразие жизни, клетка гистология, типа питания, использования энергии. Конец, почему-то экология, окружающая среда и организмы. Затем второй том, он начинается с методов, цитологических методов. Как изучать клетки. Транно немножко. Как работать со средами. Я отсюда для своей диссертации брала материал. Немножко стыдно даже. Ну ладно. Здесь найдете про состав крови, про работу сердца. И про транспорт, и про транспорт, в смысле, по телу. Причем, опять же, здесь будет срез, например, эволюция кровеносной системы у животных, у кончатых, членистоногих, позвоночных. Как я и сказала вам, здесь будет срез по разным типам организмов, по разным царствам организмов, для того, чтобы вы могли их сравнить. Читайте. Обязательно читайте. Тейлор Гринстаут потрясающая книга. Она уникальна в своем роде, потому что у нас нет таких учебников по биологии. А это, она читается легко. Да, от нее не оторваться. Она снабжена потрясающими картинками. И она заставляет думать, и заставляет идти в науку, грубо говоря. Единственное, ее минус, она дороговато для нас. Да и вообще. Ну, вы понимаете, да? Вы посмотрите на эти... Во-первых, это трехтомник. Руки можно оттянуть, держа их в руках, в толстой корке. Еще и формата А4, и с такими иллюстрациями, да, они дороговаты. Но если у вас есть возможность приобрести эти книги, приобретайте. Если у вас есть время их почитать, вы не пожалеете. Мне, например, знания отсюда помогали ответить на вторую часть ЕГЭ. Поэтому и вы сможете ими пользоваться и блистать еще на первом, втором, третьем курсах вуза. То есть на эти знания, насадить знания вузовские будет намного проще, нежели на наши сокращенные. Вот и все, что я могу сказать об этом замечательном, потрясающем трехтомнике Тейлор Гринстаут. Вот, если есть у вас возможность, покупайте. Если есть вопросы, комментарии, пишите. И увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.